Встреча с студентами, преподавателями и всеми вашими друзьями и приглашаем вас в проведении вашего проекта. Дорогие друзья, я всех приветствую. Я истинно благодарю за то, что вы сегодня собрались, чтобы меня послушать. Я думаю, что это демонстрирует ваш интерес к России вообще и к инакомыствующей России. Спасибо вам большое. Я прошу прощения за некоторой шоколадности от моего выступлений и за то, что я буду пользоваться своими записями, поскольку 10 лет я не имел опыта в публичном выступлении по понятным причинам. И за это время, конечно, народ не теряется. Я попросил о возможности встречи с студенчеством технического университета именно потому, что на протяжении всей своей рабочей карьеры я был связан именно с техническими университетами. Многие-многие сотрудничали с Томским предпринимательским университетом. И я привык и воспринимаю студенчество как один из наиболее опорных столбов для промышленности, для тех, того бизнеса, в котором я, собственно говоря, работал всю свою рабочую рекомендацию. Но помимо этого, студенчество предпринимательское университетом и культурное имя являются крайне важным фактором на этапе революционных изменений. Именно от того, какую позицию займете вы, зависит от того, какое общество, насколько успешно это общество будет построено на новой Украине. Только что мы стали свидетелями трагических событий, которые заканчиваются. Затрагиваю каждого украинца, каждого русского и каждого европейца. Осознавая масштаб происходящего, я принял решение приехать в Киев и выступить здесь по крайней причине. Во-первых, чтобы продемонстрировать таким образом свою личную позицию и проявить солидарность с народом Украины. Во-вторых, чтобы представить вам взгляд на происходящее со стороны первой части российского общества, которое преследует действительные, а не мнимые, национальные интересы России. И, конечно, той части общества, которая не заобьирована телепропагандой. Я еще раз хочу сказать. Я представляю интересы и мнения именно российского общества, которые могут отличаться от ваших взглядов, но знать вам эти взгляды, наверное, будут полезны. Я хочу также обозначить некоторые предложения, которые могут способствовать недопущению заползания в ситуации к долгосрочному противостоянию между Россией и Украиной, а главное, между российским и украинским народами. Мне кажется, это было бы очень важно. Сразу хочу обозначить свою личную позицию. Я являюсь безусловным сторонником построения в России правового демократического национального государства с единой гражданской нацией и, безусловно, поддерживаю аналогичные устремления украинского народа. Во-вторых, необходимо быть последовательно. И я призываю своих соотечественников защищать принадлежащую России землю, в том числе на Северном Капказе, в том числе с оружием в руках, о чем я говорил сразу на выходе из стюмин, и стюмин, обязаны признавать это право за украинский народ. Я это последовательно противостоянию. На протяжении нескольких месяцев, как и сотни лет до того, Украина была непрерывно объектом приложения усилий со стороны практически всех мировых центров силы, включая Россию. Это нормально. Мы все взаимосвязаны. Однако, начав экспансию в Крыму, целью которой по всей видимости является аннексия Крыма, или создание на его территории всех независимых государств, на подобии Абхазии или Южной Осетии, российское государство, я еще раз подчеркиваю, государство, правительство, а не Россия как страна, не российские народы, резко вышли из существующего международного правового поля. Российское государство противопоставило себя в большей части мирового сообщества, но это не было еще и наблюдать в мировой свете. Правительство моей страны таким образом обращается к практике разрешения территориальных споров девятнадцатого столетия. Этот шаг, безусловно, будет иметь самые серьезные последствия как для мира в целом, так и для самой России. Справедливости ради надо сказать, что вопрос о судьбе Крыма является крайне полезным как для украинцев, так и для русских. Это не просто какой-то территориальный спор, а каких-то дополнительных квадратных километров. Крым не нефтеноский класс, и для экономики России он скорее обуза, чем при облетении. Но для русских это сокровенное место. Важный элемент нашей исторической памяти и самая незаживающая рама со времен распады СССР. Я не ошибусь, если скажу, что для многих россиян Севастополь – это как часть святой земли. Это должно быть учтено в поиске формы урегулирования, иначе никакого урегулирования не получится. Тем не менее, ни символическое значение Крыма в российском сознании, ни исторические права на территорию Крыма, ни гражданский конфликт в Украине, ни смена политического режима, ни ссылки на монологичные действия трех стран не являются оправданием для столь грубого вмешательства в дела исторически-дрожественного государства. Приобретая территорию, застроенную дворцами селук народа, в интересах политиков, желающих войти в историю как собирателей земли, мы теряем российско-украинскую дружбу. Мы, россияне, теряем дружбу братского народа, теряем финансовую и моральную, так не обхательную нам для наших собственных реформ, ресурсов. Люди, которые не понимают сейчас значимости этих потерь, а у нас в России, к сожалению, многие этого не понимают, я боюсь сказать, но боюсь, но не понимают это. Большинство невольно действуют против национальных интересов не только Украины, но и России. Создаваемый таким образом прецедент опасен прежде всего опять же для самой России. Бассейший ветер пожмет бурю. Как я уже сказал, Россия обменена не меньшим числом сходных проблем, чем Украина. И нельзя исключать, что в будущем кто-то воспользуется наработанными России сегодня технологиями против самой России. Вы знаете, мне понятно, почему некоторым политикам и близким к ним предпринимателям в России интереснее после олимпийских строек заняться Крымом, а не Воронежем, Вологодой или другими российскими регионами, которые вот так опускаются во внимании и ресурсах, где надо решать реальные проблемы российских граждан. Непонятно, но и другое, почему некоторые мои собственные сограждане не понимали, что сейчас одни замещают в другое. Вот это мне непонятно. И очень бы хотелось это изменить. Поэтому я полагаю, что наилучшим решением могло бы быть сохранение Крыма в составе Украины, но с созданием самой широкой автономии. Например, той, которая имеет Шахмандия в составе Великобритании. И с предоставлением безусловно права по исследованию Крыма, но использовании родного языка. Можно было бы подумать и о соглашении между Россией и Украиной о создании на территории Крыма совместной экономической зоны. В рамках такого соглашения Россия могла бы осуществлять программу экономического развития региона. Если моя страна действительно хочет помочь соотечественникам, то ей надо такую возможность предоставить. Для этого нашей стране, России, вовсе не обязательно отгорать территорию у дружественного соседа, у исторического процесса государства. Но в любом случае, теперь Крым проблем на десятилетие и не нужно решать. Мне кажется, полезно было бы созвать международную конференцию по Крыму, США с самым широким представительством всех выдающихся умов нашего века, мировых моральных авторитетов. Эта конференция может создать комиссию по Крыму, которая могла бы помочь в разрешении конфликта и его неизбежных последствий. Но проблема Крыма это только преамбула вопросу гораздо более масштабным и важным. Это вопрос об отношении к исторической памяти русского и украинского народа. Это вопрос об отношении общей исторической памяти. Это бесконечная тема. Но я полагаю, например, что история Крымской войны это в такой же степени история Украины, как и история России. И в конце концов город Севастополь это город как русской, так и украинской военной склады. В теории, конечно, можно отбросить имперский период истории как период оккупации и начать строить жизнь с нуля. Но гораздо внутри было всем и русским и украинцам научиться извлекать пользу из общего исторического опыта. Михаил Булгак такой же украинский писатель, как русский, а Булгар Шевченко такие же российские писатели, как и украинские. Да и сегодня, проходя пламя, проходил через помещение музея и украинские королевые в Менделеи человек. Как это все видит? Это общая история. Она должна оставаться в этой части общая, несмотря на то, что сегодня наши народы строят два независимых национальных государства. Второй существенный аспект. Российские власти предпочитают говорить о том, что Украине произошел конституционный переворот, тщательно избегая употреблять слово революция. С этим очень трудно согласиться. Переворот прежде всего может быть там и только там, где действуют конституционные режимы. Украину при режиме Януковича как собственной современную Россию вряд ли можно было бы назвать правовым государством, несмотря на наличие десерканского конституции. правовое государство существует только там и тогда, где и когда существует действительное разделение властей, независимая судебная система и подлинная реальная сменяемость власти в результате честных выборов, где обеспечивается правопорядок. Совершенно очевидно, что ничего подобного ни в Украине при Януковича ни в России при Владимире Путине не было и нет. А значит нельзя перевернуть то, чего не было. На самом деле ни у кого, за исключением российских властей, не возникает и доли сомнения, что в Украине произошла настоящая революция. И после революции внутри страны, как и за ее пределами, самостоятельно определяются в вопросе о том, как к этой революции относиться. Определяющим должно являться понимание того, была ли революция справедливой или нет. Со времен отцов-основателей американских конституций народ имеет право на восстание против тех, кто узнал первого власти. Поэтому глубоко ошибаются те, кто полагают, что революция всегда выбирает право. Бывает, она постанавливает право, которая подбиралась к предыдущим правам. Вторая украинская революция – это революция справедливости. Я был вчера на Майдане, я не думал, какой дорогой ценой украинскому народу далась эта победа. Это трудно представимо, хотя я был участником конфликта в Москве в 1991-1993 год. Позор тем, кто развязал насилие против своего народа и тем, кто им правительство – Азору. Но пролитая кровь должна пропасть даром. У людей, которые стояли еще на Майдане, были разные взгляды на революции. Но были две огняющие цели, обе абсолютно понятные и достойные. С одной стороны, это была национальная революция, очередной этап борьбы украинского народа за свое самоопределение. С другой, это было противостояние опололомившему от жарости коррупционному режиму, который забыл о наличии любых иных интересов, кроме интереса набивать собственные карманы. Хочу подчеркнуть, что наш российский народ сегодня нуждается в решении тех же проблем. И именно это вызывает беспокойство нашей российской власти. Вторая революция на Украине является с отличным мировым масштабом. Ее значения выходят далеко за армии самой Украины. То, что происходит сейчас в Украине, может привести к переформатированию всей европейской политики. К сожалению, еще не все и не на концах это понимают. А к этой проблеме надо очень серьезно относиться. Мы после Ялтинской конференции реально пересматриваем первый раз всю европейскую структуру. Уверен, что заслуги украинской революции именно как примера для подражания еще будут ценены в России по достоинству. Но востанно получено заслугам украинской революции нельзя обойти молчанием и ее ошибки. Как предупреждает другая революция, украинская революция является серьезным испытанием для народа. Прежде всего потому, что в ходе революции неизбежно на первые планы выходят радикалы с одной стороны, что зачастую может завести общество в руки. Или обычно изматывающее гражданское противостояние, где внешний факт, о котором сейчас все так любят говорить, на мой взгляд играет совершенно не решающую роль. Я знаю, что есть противоположная точка зрения, мое убеждение не такое. Единой нации такое внешнее давление было абсолютно не страшным. Радикализм части активистов Майдана стал, среки прочего обысков чем того, что Украина вот-вот готова сползти к гражданскому противостоянию. Я с большим движением читаю, я думаю, что вы тоже о событиях в восточных регионах Украины. Я хочу просить вас, что необходимо помнить и крымчане, и жители восточных регионов, и служащие армейских подразделений, отказавшиеся от плесяне, это граждане Украины. И противостояние с ними это гражданские конфликты. Повторю, я сейчас не говорю о значении инфаркта, например, мешательства извне, которое имело место, но оно имело место и в других гражданских конфликтах, начиная с американской революции, революции, которая была в России в 17-м году и так далее. Пойдя на поводу о радикальных элементах и лихой кавалерийской охоте обвинев закон о статусе русского языка, новая украинская власть, как я полагаю, допустила фатальную ошибку, которая усугубила внутриполитическую и внешнеполитическую обстановку Украины. И то, что эта ошибка была очень быстро, осознанно разумной частью украинского эстетичного к сожалению уже не помогла. Значительная часть населения в Украине ощутила для себя угрозу в самом чувствительном вопросе, в вопросе о языке. Мы помним о годах населительной русификации в Украине и не собираемся сбрасывать их со счетов. Это было так. Но сам по себе этот прескорбный факт не является основанием осуществлять насильственную украинизацию или хотя бы думать, что такая украинизация в принципе возможна. А вы превосходно понимаете, как развиваются любые такие информационные форты с помощью пропаганды. Для восстановления национального мира в Украине, для подавления сепаратизма сегодня прежде всего нужны интенсивные усилия для восстановления доверия между ее двумя крупнейшими общинами украиноговорящих и русскоговорящих. Причем речь должна идти о комплексе мер как законодательного так и политического характера, которые способны убедить обе стороны в том, что не будет ни насильственной ассимиляции русскоговорящих, ни ползучей русификации в советском духе поощряемой бывшей тракторею. Эту уверенность не должна выглядеть. Чтобы подорвать доверие, было достаточно одной причины. Чтобы его восстановить, необходима долгосрочная и взвешенная политика и правовые гарантии со стороны государства. Это необходимое условие восстановления гражданского мира в Украине. И везде Украина в этом отношении не уникальны. Положение жителей Крымета, положение шатранцев, положение шведоговорящих жителей Финляндии мало чем отличается от положения русскоязычных жителей Крыма. И предоставленные им гарантии возможности культурной автономии не покрывают, а наоборот укрепляют русское государство. Вообще на мой взгляд, идеальной для Украины являлась ситуация, при которой каждый житель здесь говорит как минимум на двух языках. Как в той же Швейцарии. Я думаю, даже сейчас на самом деле так оно и есть. Большинство жителей Украины говорят на двух языках. И эта ситуация не вредит ни швейцарской, ни бельгийской независимости. И мне трудно представить, как это повредит независимости Украины. считал и считает, что совместное движение европейского направления являлось бы главным объединяющим фактором для взаимоотношений российского и украинских народов. Это главное, что должно объединять наши страны в политической сфере. Но если в начале 21 века логомотивом такого движения в европейском направлении, направлении европейских ценностей могла бы стать Россия, то теперь произошла смена и лидером руссоветской интеграции, если захочет, может стать Украина. Новая Украина может стать наиболом и источником ценностей, ценностных ориентиров для новой России, которая еще не создана. Но было бы большое ощущение начинать движение в Европу, заправив свой автомобиль радикальной смесью из этнической нетерпимости или чувством мести по отношению к бывшим политическим противникам и охранникам. Гуманическую терпимость для Украины это сегодня не лучший звук, не громкая фраза, чтобы ее произвести, как мы произвели такие фразы, и забыть. Сегодня это ваше оружие. Более того, скажу, это ваше единственное мощное оружие. В военном, экономическом отношении Украина сегодня слаба перед любым потенциальным адресом, перед кризисом, который может быть хуже адреса. Если вы не можете быть сильнее, своего противника, вы должны быть моральными делами. Ваше нравственное превосходство модернизуется в силу, которая заставит этого противника остановиться. Но если вы окажетесь с ним в нравственном отношении, на одном уровне, если вы начнете свои счеты с побежденными, если будете прибегать к внесудебным расправам проигравшими, превращая правосудие в дешевый спектакль, как это было здесь, как это и есть на сегодня в России, если не будете быстро и эффективно пресекать националистические проявления, даже на уровне отдельных эксцессов, а такие эксцессы происходят, вы проиграете вдвойне. Если Украина намерена двигаться в Европу, то давайте начнем с великой европейской гуманистической традиции. Предлагаю подготовить на приглашение известных российских правозащитников для участия и разрешения неизбежных индивидуальных конфликтов, которые будут происходить с русскоязычным населением Украины. Позиция известных независимых людей из России помогла бы не только разрешить сами проблемы, понимая, что все вы справитесь и сами, но она помогла бы снизить пропагандистский эффект использования таких ситуаций заинтересованными лицами для улучшения отношений между народами. Готов указать любое необходимое содействие в организации такой работы. следующее вопрос. Репутация власти, которая предстоит вытаскивать страну из гражданского противостояния, должна быть абсолютно безупречной. Часть этой безупречной репутации заключается в обеспечении абсолютной легитимности выборов, которые вы наметили на мае. Заранее можно сказать, что проигравшая сторона будет вероятно настаивать, что выборы были нечестны. Остепенно опасна неизбежная попытка сослаться на нарушение по этническому принципу и использовать этнические мотивы в ходе избирательной контракты. Я уже не говорил о том, что ваши оппоненты на сегодняшний день заинтересованы в том, чтобы выборы вообще не состоялись, потому что нелегитимная украинская власть это прекрасный прекрасный возможность для дальнейших контракт сильных действий. Если вот такие этнические мотивы возникнут, то не должно быть сомнений, оппоненты свободной и независимой Украины обязательно увидят такую возможность для достижения своих целей. Тем не менее, боюсь, что украины дичьи, чтобы один кандидат приезжал в гостиницу к другому кандидату с цветами поставить с победой. К сожалению. Значит, очень великак будет роль наблюдателей. Но и здесь есть проблема. Также заранее можно сказать, что будут две команды международных наблюдателей, которые будут инфлировать друг к другу. в том числе внутри от России европейская и условно загрузки ее чурорская. Да, все знаете, чурорская. В Европе будут верить одной, но в России другую. А это очень опасно, так как, я уже сказал, нелегитивность власти будет серьезным аргументом для оправдания внутри России агрессивным действиям по отношению к Украине. Где же вы? Мне кажется, он есть. Он заключается в предложении еще одной команды международных наблюдателей, которой доверяет российский общий. Такой командой могли бы стать профессиональные группы независимых наблюдателей от России, сыгравшие последнейшую роль на Тунских для президентских выборов 2011 года и на выборах мэра Москвы. Я бы рад помочь организовать их работе в Украине, если это поможет складить конфликты и повысить лимитивность результата. Как бы не велика на сегодняшний день благоволит трат, как бы не кровоточили свежие раны и в плену, а я вчера был в больнице, и в переносном смысле, самые большие листики, которые сегодня существуют, имеют долгосрочный характер. Дело не столько в судьбе конкретно Крыма или какого-то политического режима, а в исторических судьбах украинских и русских народов. Они много летов шли параллельными путями, но вот в этой точке они могут отзойтись в стороны оторваться друг от друга навсегда и продолжить дальнейшее движение в истории в росте, а может ближайшие соседи, и от этого бы нам не удалиться. Такую полосу отчуждения придется преодолевать столетиями, если вообще когда-нибудь не удастся преодолеть. Именно поэтому я полагаю, что решение российской власти о другом вывешательстве в революционный процесс Украины была историческая ошибка. Но тем не менее, именно поэтому я считаю, что даряду со всеми политическими методами по урегулированному украинскому кризису, как и странам очень важную роль должны сыграть усилия общественности по сохранению той традиционно благожелательной ауры российско-украинских отношений, которая излучивается буквально на глазах. Просто ощущать это можно. Кому-то это может показаться существенной мелочи. На самом деле сохранение этой ауры это самое главное. Если мы сохраним коридор доверия между обществами, то рано или поздно мы заставим правительство договориться на политическом уровне. если мы потеряем доверие, то мы потеряем друг друга навсегда. Сегодня тот самый момент, когда политика, когда культура может определять и направлять политику. Но сегодня произошла парадоксальная ситуация, когда Кремль, условно говоря, монополизировала функцию защиты и развития русской культуры и прежде всего русского языка в Украине. Получается что-то вроде пакетного предложения. Если ты русский, живущий в Украине, или если ты украинец, но тебе интересен русский язык и русская культура, я имею сейчас в отличном смысле, то ты должен получать это в пакете с поддержкой политики нынешнего российского режима по отношению к Украине. То есть стать своего рода пятой колонной. А если ты не хочешь быть пятой колонной, то у тебя нет альтернативы. Это неправильно. Я считаю, что для русскоговорящих жителей Украины, для всех украинцев, которым интересны русский язык и русская культура, должны быть внутри Украины созданы все возможности. Нам нужно культурное диалоговое окно, внутри которого можно постепенно восстанавливать и даже расширять взаимодействие. Я знаю многое в этом направлении делается, но нужно делать сейчас еще больше и нужно говорить об этом и для России, и для тех русскоговорящих украинцев, которые сомневаются на сегодняшний день в своих культурных перспективах. Я буду готов принять участие, поддержать создание в Украине общества русской культуры самыми широкими посвятительскими функциями, которая стала этим хлопом для поддержки самых разнообразных культурных программ. Но решать этот вопрос конечно вам. Особая роль в сохранении вот этого паула отношений между народами принадлежит лидерам общественного мнения. Только они могут противостоять в какой-то мере разрушенной пропаганде, которая имеет место сегодня по федеральным каналам российского телевидения. Сегодня долг каждого, чьим имя и положение в обществе позволяет сформировать позицию значимого числа людей понять, что украинская революция это и его вопрос. Предотвращение противостояния между нашими народами и его обязанности. Я считаю возможным в этой связи предложить провести в ближайшее время даже до выборов на Украину в Киеве или в любом другом городе там без русской и украинской интеллигенции и готовы заниматься тем, чтобы все значимые независимые от власти силы российской элиты приняли в нем участие. Я считаю, что это очень важно и для России, и для российского народа, и для украинского народа. Украине необходимо стать европейским государством. Для этого необходимо решение двух взаимосвязанных задач. Ликвидация коррупции и привлечение иностранных инвестиций. Надо прямо сказать, Украина и Крым потенциально аналог восточной Западной Германии, где решался вопрос о конкурентоспособности западных ценностей в измененном мире. Если Запад позволит и проиграть в этом ценностном противостоянии, значит, за Грузией и Крымом последует что-то выходит. Мы все это проходили 70 лет назад, мы все это знаем по нашей общей европейской истории. Значит, необходим план маршалов для Украины. План маршалов, который по финансовой составляющей должен включать в себя антикоррупционную составляющую, которая на сегодняшний день для Украины, впрочем, конечно, как и для России, важно настолько же, насколько в 45-м году для Германии была важна деноцификация. Это странная по важности задача. Но главное, что успех демократического строительства Украины это пророк создания новой России, страны справедливости и демократической ценности. С другой стороны, в случае неудачи, ждите продолжения бессмысленной для России, но в этом неудачи 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 аэкспансии. А это, как я понимаю, чуть раньше или чуть позже война в Европе. И надо понимать, сегодня вопрос стоит именно так. Я лично готов сделать все, чтобы против пройти такой сценарий и думаю, что аналогичные мысли могут быть у каждого посидящего нам заняться. Спасибо большое.